здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала феврале месяце у меня просто какой-то фейерверк новых стартов и в этом году как я вам говорила я себе разрешаю любые вольности начинать процессы когда мне захочется и у меня появился процесс для меня очень необычный непривычный но очень очень интересный просматривая видео на youtube я смотрела видео елены ветровой об ее итогах 2017 года где она показывала два отшитых сэмплера невероятно красивых медовый сэмплер и сэмплер с подсолнухами и вот в этот момент произошло чудо знаете я давно наблюдаю за девочками как они вышивают сэмплеры квайкеры все вот это вот примитивы красоту мне безумно нравится все супер но знаете вот не было такого желания чтобы скорее взять и вышивать вот не было вдохновения именно на вышивку а здесь как будто бы стрела купидона пронзила мое сердце покорила меня мгновенно и все мое мировоззрение поменялось и я увидела какие же эти сэмплеры красивые какие не стильные какие интересные божий а почему же я еще не вышиваю нет не вышивала ни одного сэмплера а мне же срочно нужно вот именно вот этот красивый с подсолнухами и к счастью леночка оставила ссылку на скачивание этих двух сэмплеров я оттуда скачала и прямо знаете бегом бегом побежала собирать материалы ну вот хочу показать сразу здесь схемку я распечатывала сюда на работе я посмотрела так как это схема из какого-то очень старого журнала каких-то девяностых годов она очень мелкая и значки здесь они вот такие немножко смытые и нечеткие причем это вот так и в оригинальной схеме потому что по-моему люба с крустись везде люба купила себе тоже этот журнал и там тоже вот в оригинальной схеме такая история поэтому я пошла сразу к нам в магазин у нас внизу нашего дома есть магазин который делает копии и увеличила на а3 по моему да называется этот формат вот таким образом опять же да на краях здесь не очень хорошо получилось отпечатать есть какие-то такие значки расплыты и здесь тоже значки не все видны не очень качественно мне придется ее конечно самостоятельно раскрашивать это будет такая первая схема которая у меня будет схемой схема и раскраска вот но это как бы меня не останавливать и пугает сам объем работы здесь небольшой размер работы тоже будет небольшой и здесь предлагается и вышивать как на равномерки так и на еде можно ее вышивать я выбрала у себя счастье мне оказалось в моей в моих запасах несколько основ и я очень долго даже с мужем совещалась какую же мне основу взять сейчас я вам покажу эти основы немножко остановлюсь на схеме так а здесь ключ указан ниточка конкор и дмс счастью нет здесь никаких ниток спец покрасов есть бленды но ниточки все дмс и немножко есть какие-то вот новые стежки тент стич ну по типу полукреста пяти ты может быть и измерно кросс по типу болгарского крестика вот этой вот два значка будет что-то новенькое вот и и вот тут сатин стич ну это я понимаю гладивый стежок такой вот семплер давайте я вам покажу основы которые были рассмотрены мной во первых я нашла у себя вот такой вот очень красивый цвет это такой темно-серо-коричневый он очень приятный долго мне пришлось разбираться какой-то каунт и в итоге я поняла что это восемнадцатый каунт в принципе сюда работа у меня помещается сам сэмплер ну дизайн небольшой и также у меня был кусочек от цвайгард в упаковке уже сняла упаковку и забыла по моему это эдинбург 36 каунт тоже соответствует восемнадцатому каунту тоже очень приятный такой цвет свет светло-серый с коричневым немножко вкраплением приятный оттенок вот и у меня была дилемма какую же мне основу выбрать и в этой работе в первый раз я привлекла мужа для того чтобы определиться какую же основу я буду выбирать так и как мы определялись ну во-первых тут мой список ниток к счастью большинство ниточек дмс нашлось в моих запасах а то что не нашлось я заменила на пнк вот я не заморачиваюсь нитки они и есть нитки все мои ниточки я сложила в такую милую коробочку от анкор маленькая и очень удобная коробочка с ней приятно работать она была занята у меня каким-то процессом который сейчас находится в режиме спячки и я решила оттуда пока взять туда я поставила другую коробочку вот и значит что что я сделала вот посмотрите как ниточки смотрятся на темной основе очень хорошо очень красиво есть такой контраст кстати здесь используется 23 цвета а потом я переложила все ниточки на другую ткань и давайте посмотрим посмотрите как ниточки выглядят на вот этой основе тоже очень красиво ярко нам понравилась светлая основа потому что придает некоторого света солнца что ли ну в общем то вопрос был очень таким сложным нам и темная основа понравилась и светлая но все таки мы остановились на светлой поэтому девочки если вам нравится больше темная основа я вас понимаю это дело вкуса так сказать мы выбрали светлую основу итак основа здесь у меня как я сказала 36 ка здесь большой отрез 50 на 70 я всегда если покупаю равномерку я беру большие куски чтобы можно было использовать для одного большого процесса если мне понадобится или разрезать использовать на несколько небольших в первую очередь я обработала лаком для ногтей потому что края сыпятся и во избежание вот вот этой вот бахромы и вообще некрасивого вида основы я обработала лаком если бы у меня была машинка я бы обработала на машинке но машинки нет и так как я ну неопытная скажем так рукодельница в плане работы с основами я не знаю как правильно рассчитать разместить мой дизайн на таком большом отрезке я решила отступить вот с краешку 7 сантиметров примерно отсюда и начну вышивать рамочку пойду вышивать вправо и соответственно как только я дойду до края я уже оттуда тоже отмерю 7 сантиметров и просто отрежу мою основу вот ну и таким образом пойду вышивать вверх и дальше что там останется я тоже в общем то отрежу пойду вот таким вот способом не хочется делать ошибки потому что я такой товарищ что я очень легко делаю ошибки вот с равномеркой мне кажется красивая основа все должно смотреться хорошо и так как это сэмплер в стиле кантри то конечно же буду вышивать я на деревянных пяльцах вот такие пяльцы я выбрала они небольшого размера мне будет удобно сделаю себе вот так так закреплю и начну вышивать рамочку уголочек вот такой у меня процессик появился скажем нарисовался начну ну и соответственно буду вам показывать свои продвижения скорее всего буду вышивать тоже как-то по одной по две ниточки потому что вот у меня же заяц мне нужно вышить моего зайца наконец-то вот это мой новый старт спасибо что были со мной спасибо за ваши лайки желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока